Нефть – это такая платформа, где можно посмотреть фильмы, которые не показывают в других кинотеатрах. Это альтернативная площадка, которая однозначно нужна нашему городу. Нефть – это в первую очередь люди. Как минимум повод собраться и что-то обсудить. Для меня так. Площадка для дискуссии, для обменов мнениями. Я считаю, что для города это очень важно. Именно у Андрея, именно в его клубе показывают фильмы живые. Площадка, на которой интересно, на которой интеллектуально, на которой находятся соратники, которые получают неимоверное удовольствие, что от кинематографа, что от встреч с людьми. Для меня это всегда возможность увидеть интересных людей, посмотреть интересные фильмы. Даже не знаю, что тут первоочередное. Все в комплекте. Я всегда выхожу с этих фильмов со слезами. Вот что-то они со мной делают, я не знаю что. Но на самом деле Андрей подтвердил, что я всегда выхожу, я плачу. И он меня обнимает и говорит, ну что опять? Я говорю, да опять. История нефти началась еще в 2013 году, когда мне пришла в голову идея вынести весь контент арт-направленности из одного большого кинотеатра в центре города в маленький кинотеатрик на окраине. И сделать такой арт-проект по возможности самоокупаемый, для того, чтобы там сосредоточить в своих руках всю ту альтернативу, которая выходит в современном российском кинопрокате. И у нас это получилось. 1 апреля 2014 года мы запустились. В 2016 году мы стали частью Европейской ассоциации кинотеатров Европа-синема. И до сих пор фактически являемся этой частью, хотя за это время часть трансформации была радикальной. Сегодня мы, собственно, отмечаем здесь пятилетие киноклуба «Нефт» и одновременно выход на экран фильма, который мы снимали в течение двух лет. Мы вынуждены принести вам извинения за то, что принимаем вас в таких немножко экстремальных условиях. Сегодня мы в районе полудня узнали, что во дворце культурных тянет случилось короткое замыкание. Вот, случилось оно, соответственно, в щеке, которая находится непосредственно с киноаппаратной, вот, соответственно, обесоченное именно наше помещение. Такое точечное попадание шаровой молнии, я бы сказал. При этом это могло бы, я не буду сейчас это делать, и, как бы, очевидно, не остановиться на одном электровозгорании. Мы это понимаем и думаем, что ситуация будет ухудшаться до киноклуба «Нефт» в ближайшие пятилетки. Фильм про хороших людей, про наш город, про город живой, свободный. Этот фильм вообще мое признание в любви к городу и к вам. Фильм про хорошее время. Так, это бар киноклуба «Нефть», тут все уже закончилось. Пришла участковая полномочия, чтобы переписать всех. Тут собрались единомышленники, любители кино. У нас есть договор аренды на 5 лет, и мы здесь вообще-то находимся на законных основаниях. Тут вызывали МЧС из-за того, что для показа фильма работал бензогенератор. Ну, как бы я вижу граждан, они все в адеквате, но как бы я все, я же вижу. Андрей, расскажи фейсбуку, пожалуйста, на каком основании брали поясники? Это хороший вопрос. Дело в том, что мы с ребятами не особо специалисты. Мы сделали это по настоянию участкового и дальше не стали спротивляться, потому что нам нечего скрывать. Поясники тоже были и тоже уехали. С автоматами. Вы тут обыск проводите? Если обыск, то покажите документацию. Что вы тут делаете? Можно наши документы? Там персональные данные, они вас не касаются. Он вырвал, все видели. У человека отобрали телефон прямо в прямом эфире. Вот прямо в прямом эфире, я не применю некуда. На моих глазах. Закончим процессуальные мероприятия. Какие мы процессуальные? Вы что, обыск проводите, что ли? Вы можем смотреть так же, как и вы. Успокойтесь. Вы же обыск не проводите, у вас нету разрешения ни на что. Хотите задать вопрос, и я отвечу на ваши вопросы. Представьтесь. Я блогер такой же, как и вы. И вы на чьей-то собственности находитесь сейчас без документов. У вас нету ничего для того, чтобы здесь находиться. Почему? У вас нету билета. Вы блогер, у вас нет билета. Я в данный момент, сейчас в данный момент, я участвую понятым, понятым следственно-оперативным мероприятиям, которые проводят ОВД Красно-Перекопского района. Всем участникам процессуального действия нужно представляться, в том числе и понятым. Это Ирина пишет? Да, это Ирина пишет. Статья и закон, пожалуйста. Ссылки. Интересная деталь от нашего адвоката Сергея Голубенкова, который утверждает, я абсолютно справедливый, я думаю, что понятие понятой существует только после заведения уголовного дела. Ну, любого дела, процессуального. Да, и понятые не руководят вообще разыскными мероприятиями. Которые строятся в нашем мусорном бедре. Это называется оперативно-разыскное. Вон они там роются. Отлично. Должно быть как минимум двое понятых из общественности, а не из полицейских. Нарушение по всем статьям просто данное. Спасибо тебе, что ты сняла для нас такой прекрасный фильм. Спасибо вам, что вы его захотели посмотреть. К сожалению, показов больше не будет. Полиции нужно было прессануть всех оставшихся в конце вечера людей. Мы считаем, что тем самым они пытаются закончить историю Киноклуба «Нефть» в этом городе. Но при этом у нас не должны опускаться руки. Мы не теряем надежды. Об этом был наш фильм. Об этом будет вся наша оставшаяся жизнь. Киноклуб «Нефть» – это то пространство, которое несет в себе воздух свободы, воздух правды, честности и истины. Это помимо того, что там показывают прекрасные фильмы. За «Нефть» надо каждому, кто имеет хотя бы чуть-чуть гражданственности, всегда поднять руку вверх, прийти и поддержать. Потому что весна, она пришла. И с этим уже ничего не сделаешь. Я получаю огромное удовольствие от посещения кинотеатра. И узнав о том, что произошло здесь, и о том, что планируется сделать для того, чтобы поддержать кинотеатр, я посчитал, что необходимо прийти и встретиться со своими единомышленниками. История была славная, но после этого стало понятно, что жить на той муниципальной площади, которую мы так успешно арендовали до этого пять лет, мы уже не сможем. Потому что за нами будет глаз да глаз. И попытка все время в чем-то контролировать, а нас стали с тех пор, кстати, ограничивать по времени пребывания жестком, по условиям пребывания. Короче, жизни нормальной уже не было. И в итоге закончилось все спустя год с небольшим. И тоже под предлогом некой коммунальной аварии якобы затопило все. Электропроводка намокла, сушить неделю. Приходите еще через неделю, а потом все, договор расторгаем. Под таким соусом, под предлогом было проведено закрытие киноклуба конкретно. Изгнание нас с той площади. Ну, фантазия у этих ребят очень бедная. Они могут только рубильник вырубать периодически электрический, поскольку других законных методов у них просто нет. В городу мне хочется сказать, что надежда жива, что мы обязательно будем двигаться вперед, что самое темное время перед рассветом естественно, куда же без этой фразы. Маш, ну то, что вот-вот-вот-вот-вот родится, это беспрецедентно, круто, это вау. Мы готовим информационную бомбу и взорвем ее на днях. Мы открываем кинотеатр. Прям полноценный и большой. Ну, вообще, концепция этого проекта будет уникальна, Потому что в нем будет 4 зала Каждый из которых будет показывать отдельный киноформат Это будет называться круто Мастер интриги Мастер интриги и бог нейминга Сейчас я поздороваюсь с Артуром, секунду Артур, какая встреча? Не мог не прийти Привет, спасибо большое, что пришел Ты пришел, потому что любишь итальянское кино или что-то еще? Потому что я люблю и вас в первую очередь Вот за это спасибо Бог нейминга, потрудился? Да В названии отражена концепция Вот, отлично В названии отражена концепция Кинотеатр из 4 залов И название из 4 букв И каждая буква отражает концепцию Этого зала Популяр, лайт, арт, энд йорз Энд что? Энд йорз Твой Логотип будет охрененный Он уже готов Здравствуйте Здравствуйте Сейчас пойдем, я просто посмотрю Ладно Если что по дороге Какой-нибудь встречу Хорошо Там уже коридоры 38, все, пора Пойдемте Друзья, добрый вечер Как вы помните Мы еще после того, как случились события Прошлого года И в связи с пандемией А потом еще и под давлением Скажем так Муниципальных властей История нефти на прежнем месте На Московском проспекте 92 Закончилась Но сразу тогда было понятно Что мы так просто не сдадимся Будет обязательно какая-то новая история И вот эта новая история Практически начинается на наших глазах Мы хотим, чтобы весна Которая начнется уже буквально через две недели Календарная весна Вот была как-то сопряжена В том числе и с открытием нашей новой площадки Так что, друзья 1 марта Официально мы будем открыты Уже по новому адресу И это будет совсем другая история Все Начинаем работать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сможем ее продуть? Как-то еще продуть? Ну как? Не поможет? Поможет Ясно Красное Вот на черном Прям пипец Не знаю, сколько много черного в кино Все эти вот перебивки Отбивки Они все идут на черном И они такие черно-красные были Вот И это, конечно, блин Никуда не деться Я понимаю Но можно попытаться как-то еще потрясти ее и продуть Здравствуй, Сережа Спасибо Ты с нами? Половина сети работает Половина сети это что? Ты локалку имеешь в виду? Кассы работают И кабинеты те Вот здесь с серверами плохо На которых будет все храниться Хорошо Пойдем в зал Глянем картинку Что не так? Это каше Это каше И он прекрасен Почти, только снизу Снизу вот не достает, да? Да, чуть-чуть Ну ладно, не страшно У нас здесь будет арт-зал Так что здесь как бы не нужна Знаешь, масштаб, размах, грохотание и все такое У нас ни на одном сервере нет контента вообще Все, они все снесли Сейчас включим, и тогда Женя будет закачивать Как? Секунду Женя Это твои провиски? Почистить-то недолго Ну может быть тогда и не чистить В смысле? Ну тут в плане ключей Ключи заказывались на нашу Я понимаю Но никто не узнает Каким ключом мы открываем Поверь мне, что мы работаем легально И нам чужой контент не нужен Но если контент уже А мне за фильмом батя Нужно ехать в киноформат Например То лучше не ехать в киноформат А показать его с нашего этого Если они ключи оставляют те же самые Может просто у них заказать новые ключи Новые ключи по-любому будут Женя, по-любому Твоя совесть будет чиста И наша тем более Все, договорились Контент на месте Спасибо Это лучшая новость дня сегодня Все Делаем контент Отлично Все супер, спасибо Продолжаем тогда Мы там пошли устранять Там реально топит кабинет директора Понимаете? Кабинет директора топит Там все время так Спасибо Там уже лет 10 так Спасибо большое Куда нам нужно еще пойти Посмотреть чего? Пойдем посмотрим, что нужно посмотреть Скажи мне А Люба придет сегодня? Ты говоришь, что Люба придет? Нет Она придет завтра? Нет Иди сюда Представь себе экран Представь себе экран И оно работает А, заставка что ли? Очень быстро Так и надо Не надо больше разжевывать ничего Все понятно? Это начальная Вот она должна уже завтра Она уже завтра должна крутиться в залах Перед сеансами Понятно Я прошу тебе сделать с ней DCP Сейчас они пришлют окончательный вариант Нужно будет задисепиизировать ее Ну да Пойдем Мы шли смотреть, что у нас вообще с баром Бара нет Просто нет У нас набирают Начнем с этого А с клинингом чего? Тоже клининга нет Как мы будем два дня убираться, если они ничего не подтвердили? Сами будем У нас нет даже швабры Я пипец Умираю просто Надо заказывать печать Рисовать это все Кофемашину Ну все на неделю У нас торжественное открытие 1 марта Да не будет его Ну ладно Чего? Дальше Пойдем куда-нибудь еще интересно смотреть что-нибудь Розетки Проблема Розеток нет Одна розетка на все кафе Вот здесь вот Касса Чего с кассой? Ну ждем Надежду Ивановну Как я понимаю Чтоб включила кассу и все Здесь две буквы горе Нужно вызывать электрика и смотреть все это Они сказали, что мы постараемся все успеть завтра Но если Сереги не будет, может быть что-то не будет работать Не вижу эти информационные технологии Они не правят миром Они его восстанавливают Ну и самое главное нет поп-форс В смысле нет Чтобы его Тот мы не пожарим, потому что масла нет Надо заказывать другое Мы можем пожарить только наш Да Давай завтра жарить наш Нужна Люба Завтра нужно хоть что-то продавать Понимаешь Завтра придут люди Мы потеряем деньги в итоге А они придут Так может быть надо было сначала все подготовить А потом Нет, нельзя Так нельзя сделать Понимаешь Так нельзя сделать Так делают все нормальные люди Все постепенно Они объявляют, а потом фигачат Нет В нашем случае Когда один кинотеатр съезжает А другой заезжает Админский? Кино это поток Кинопрокат это поток Понимаешь Особенно сейчас Он начинает нарастать Сейчас начинаются праздники Весна Начинают выходить хиты Мы должны ловить этот момент Понимаешь И тут сиськи мять нет возможности Простите меня за мой французский Я все понимаю Это очень круто Очень Вот ты видишь Я вижу Я вижу Что все люди работают с разной скоростью Так может быть немножко это уметь анализировать хотя бы А не просто объявлять в группе И потом Искать способы Как это решить Ну хоть как-то Обозначить начало весны И показать фильм Я уже выбрал фильм для спецпоказа Для этого С прокатом удостоверения Естественно С прокатом удостоверения У меня хорошая новость Давай А то что было сделать практически невозможно Сделано У нас теперь есть полностью сетка У нас работают все телекоммунистационные системы А еще у нас осталось только кассу сделать Как называется фирма Прямиком на Пентагон Да Очень хочу пить Пить хочу А у нас нет ничего Ничего нет Чая нет Воды нет Придется идти в ленту за водой скорее всего Вот такие дела Сейчас что-нибудь придумаем А там еще есть раковина А вода в ней тухлая? Совсем тухлая вода или нет? Там гонок воняет Просто То есть она сразу в раковину Я пытаюсь помыть бокал Под дождем Идущим с крыши Прекрасно, да? Главное Завтра кино людям показать Вот так И чтобы было красиво Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова После, казалось бы, того, что все, нефть умерла, но нет, как Феникс, возродилась в новом месте, вся команда, новый дом. Если подобное... Об этом мы вообще не думаем. Зачем об этом думать, если подобное произойдет? Мы об этом не думаем. Просто работаем и все. Все. Никаких вариантов отступных, запасных и так далее. Будем работать, пока живы. Вы знаете, что сегодня у нас заключительный показ на этой площадке. История была не очень долгой. И причин закрытия мы сами истинно не знаем. Мы можем только догадываться. Ну, а поскольку мы собираем вокруг себя умных людей, то все, в принципе, все сами поняли. И не нужно ничего никому объяснять. Очень, конечно, жалко, что так быстро закончился вот этот проект. Но я верю в Андрея и в его команду то, что за этим проектом последует еще один. Всех не пересажают, все не перезакрывают. Я знаю, что Андрей, он как бы справится с этим. Он очень сильный. Он боец по натуре. Не то, что боец, он просто нормальный человек. Для нас нефть – это возможность посмотреть что-то необыкновенное. То, что мы не увидим в других местах. Возможность. Я хочу, пользуюсь этой возможностью, хочу – нет. А теперь этой возможности у нас не стало, к сожалению. Видимо, просто все то, что свободное, то мимо денег в наше время. Личное преследование. По совокупности заслуг. Волчий билет. Вот есть такое понятие, оно было в Советском Союзе. Вот оно сейчас возвращается для некоторых категорий граждан, которых там клеймят иностранными агентами или как-то еще. И вот, как бы, оказаться там – это, конечно, большая честь. Но врагу не пожелаешь. Хороший киновый в любом случае никуда не исчезает. Оффлайн будет жить. Мы будем вместе встречаться. Будем показывать кино в этом городе. Важно не место, а люди. Которые это место создают собой вообще. Там, где люди, там есть жизнь. И мы – ее проводники. Вот так. Мы любим нефть! 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 Мы любим нефть!